Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS в Dota 2, а также избавиться от лагов и фризов. Долго вас задерживать не буду, готовьте ваши ручки и полетели. Еще где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть офис или вообще антивирус, рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключикой будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на графика, расширенные настройки. Если у нас ПК средний и ниже, тогда ставим на весь экран. Потому что те, кто играет в Dota, прекрасно понимают, что игры от Вульве не очень-то и любят, когда их постоянно сворачивают. Если у нас ПК более мощный, можем ставить без проблем в окне без рамки, как это сделал, собственно, и я. Потому что мне иногда нужно свернуться, естественно, из игры. Но если стоит на весь экран, то это почему-то не всегда получается. То есть, как оно странно работает. Если игре 2 недели, сворачиваются без проблем как надо. Но если игре более месяца, начинаются приколы. Не дает возможности свернуться. Дота поверх браузера моего как-то. То есть, там и браузер, и дота, и все на свете. Короче, поэтому ставим в окне без рамки. DirtX 11, конечно же. Низкая задержка Nvidia Reflex. Выбираем включить плюс ускорение. Для слабых систем выключаем. Для средних и выше просто включить. Ну и самое важное, зачем мы здесь собрались. Не потому, что нужно повысить как-то FPS. Это тоже. Но для меня лично играет огромную роль. Чтоб спустя минут 40 игры не было сильных дропов по FPS. Последний патч не очень оптимизированный. Если мы играем более 60 минут, то все. Кадров 80-100. Это стабильно. Хотя начинаю я на 240. Поэтому, в таком случае, для средних и выше ПК, которым все-таки важен каждый кадр, мы отключаем доп. обработка света, объемные земли, фауна, стимуляция ткани, трава, высокое качество воды, атмосферный туман и эффект в главном меню. Оставляем примерно как-то так. Если сравнить с ультраграфикой, не сильно так я скажу, все это и хуже. То есть, действительно играбельно. Можно играть без проблем. Помимо этого, у нас, конечно же, повышается FPS, потому что мы понижаем и кое-что отключаем. Ну и в будущем, спустя 40 минут, будут не такие заметные просадки по кадрам. Что очень важно, особенно для меня лично. Но если нам нужно еще больше кадров, мы можем отключить анимированные портреты. Далее, после этого, можем отключить анимацию деревьев. Если, конечно, получится так играть. Мне не очень приятно. Но, тем не менее. Ты спросишь, а что еще можно отключить, чтобы повысить FPS? Естественно, отключаем освещение мира, глобальное затенение и блики. И примерно получаем у нас картинку такого типа. В принципе, можно играть. Спектра у нас пропала, но ничего страшного. Далее, качество текстур. В основном, зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя более 2 гигов, ставишь спокойно высокое. Если меньше, то ставишь среднее, либо низкое. Качество эффектов. То же самое, если у тебя есть возможность играть без эффектов, точнее на пресете низкое. То рекомендую поставить низкое. Потому что какие-то замесы, какие-то тинкеры, которые любят кастовать свои шивы, джакиро и так далее. Они все очень будут влиять на твой FPS. И FPS будет пристать очень сильно, особенно на очень слабых ПК. Качество теней. Я оставляю на высокое. Далее, у нас идет качество обработки экрана. Рекомендую на всех системах оставлять на 100%. Но если это не позволяет, даже после всех этих настроек, да, можно понизить. Но понижать ниже 87% я не рекомендую. В таком случае у нас картинка еще более-менее сохраняется. И можно играть без проблем. И не забываем за галочку на FidelityFX. Если нравится, то оставляем. Потому что картинка становится более четкой. Четкая. Максимальное число кадров в секунду в самой игре на 240. Не знаю, кстати, почему оно. FPS выделывается, не ясно. Точнее, ясно. Из-за вертикалки. Я что-то совсем забыл, что в доте есть вертикальная синхронизация. Ее, конечно же, тоже отключаем. Она не нужна нам. И максимальное число кадров в главном меню оставляем на 60. Ставить выше, как я видел у людей. Ну, это маразм. У тебя в главном меню, вот здесь, зачем тебе кадров 140-240? Как я не знаю. Короче, по настройкам графики у нас получается как-то так. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как сделали настройку в доте. Второй, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть три папки. Приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем Ctrl, плюс V и Enter. Далее закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схема питания. Показать доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Открываем Steam. В левом верхнем углу нажимаем Steam. Настройки. Переходим на вкладку библиотека. И ставим галочку на упрощенный режим. Далее нажимаем друзья и чат. Шестеренка. Здесь нам нужно отключить у наших друзей, если они конечно же есть, анимированные аватары и анимированные рамки. В библиотеке находим Dota 2. Нажимаем pkm. Свойства. Выбираем галочку с игровой кинотеатр. И если у нас система слабенькая, тогда отключаем Overlay Steam в игре. Либо же если мы играем без друзей, то же самое. По сути он тебе и не нужен. Переходим на локальные файлы. Нажимаем обзор. Папка Game. Bin. Win64. И находим приложение Dota 2. Нажимаем pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm. Копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение. Здесь мы нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. И нажимаем Enter. Приложение Dota 2. Добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Если тебе доступно аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. Работает эта функция очень хорошо в процессозависимых играх. Такие как Dota 2. CSGO. И так далее. И после того, как мы все это настроим, не забудьте сделать перезагрузку своего ПК. Нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств. Системное устройство. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Если он конечно же есть. Если его нет, тогда пропускаем. Настройки. Создание клипов. И здесь нам нужно отключить галочку с записывать в фоновом режиме. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Теперь сделаем быстренькую настройку нашей видеокарты. Открываем наш архив. Переходим в папку настройка видеокарты. Здесь у нас есть 3 папки. AMD Radeon, Intel и NVIDIA GeForce. Начнем с NVIDIA. Здесь все просто. Делаем поочередно. Первое. Качаем последнюю версию драйверов. Как драйверы у нас качались, мы открываем NVIDIA Driver Settings. И делаем так, как указано на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. И по сути то же самое. Залетаем на сайт. Качаем последнюю рекомендованную версию для нашей системы. Делаем установку. Только установка у нас идет в режиме Minimal. Далее открываем AMD Driver Settings. И делаем настройку по указанным картинкам. Если у нас стройка от Intel, открываем папку Intel. Здесь у нас находятся 2 картинки. Делаем настройку. В нашем архиве открываем папку Очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Enter. Нажимаем Продолжить. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто Отмена. Возвращаемся назад. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Ctrl A. Английское. Shift, Delete и Да. То же самое. Нажимаем Отмена. Возвращаемся назад. И диск Clean Up. Выбираем диск C. Ок. Очистить системные файлы. Снова диск C. ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Открываем MSI Mod. Нажимаем PGM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Ну и просто закрываем. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается. Открываем бэкап файлов реестра. И здесь я подготовил в картинках как это сделать для рукастых и красиво расписал. Ну либо же просто в 2 клик. То есть сделаем как больше нравится или как более удобнее. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PGM слияние. Game DVR 2 PGM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния нажимаешь 2 раза LKM. Либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Отзвучивая систему PGM слияние. Сетевой трофлинг PGM слияние. И системный приоритет тоже PGM и слияние. Открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем включенным. Записи. Все что здесь будет указано все это отключаем. Далее открываем главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ. И находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Делаем так как я. Отключаем полностью все фоновые приложения. По сути они нам особо и не нужны. Потому что мы играем в соревновательную игру. Для которой требуется каждый кадр и миллисекунды. А если вдруг в какой то момент у нас начнется обновляться. Телега, Xbox или упаси боже обновление самой винды. То конечно пиши пропало. Поэтому нам и нужно отключить те фоновые приложения. Которые мы не используем. Допустим телега, Xbox, камера, карта и так далее. Либо же отключаем полностью. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS 100. По крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится до скорых встреч.